Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Агабешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Под Новый год жильцы аварийных домов получат ключи от нового жилья. На Вишневой Новоселов ждут 117 квартир. О программе расселения говорили сегодня на еженедельном планерном совещании. На сельском пустыре строят новую многофункциональную спортивную площадку. В селе Барановка уже появилось огороженное футбольное поле. Часы из Рейхстага можно увидеть в Сочи в музее имени героя Советского Союза Ильи Сьянова. Сегодня провели экскурсию для школьников и мэра города. Хоккей в стиле диско на льду. Хоккейный клуб Сочи с Северсталем из Череповца и французский песенный дуэт от Таван. Диско-матч, посвященный Дню города, состоится в дворце спорта Большой. В Краевую администрацию пришло порядка 400 жалоб. В некоторых домах все еще не появилось тепло, несмотря на пришедшие холода. За отключение тепла в домах и социальных объектах отвечать будут главы городов и районов. Об этом на общей краевой планерке напомнил губернатор. Вениамин Кондратьев провел расширенное совещание, где основным вопросом стал ход отопительного сезона. С подробностями наши краевые коллеги. Первые холода на Кубани стали проверкой на прочность для коммунальщиков. Несмотря на то, что отопительный сезон уже стартовал, часть домов и социальных объектов оставались без тепла. Больше всего жалоб в Краевую администрацию писали жители Краснодара. 236 обращений поступило на имя губернатора. Вениамин Кондратьев разбирает сложившуюся ситуацию с мэром Краевой столицы. Краснодарцы жаловались на холод в Третьей городской больнице и в Краевом военном госпитале. А школьники Станицы Елизаветинской во время первых холодов и вовсе сидели на уроках в куртках. Вот 76-я школа. Сегодня с теплом или без? 76-я школа теплоснабжения на сегодняшний день у нас действует. Вот вопрос тогда по-другому поставлю. В школе тепло или теплоснабжение действует? Нет, в школе тепло на сегодняшний день. То есть дети куртки сняли? Да. Хорошо. Дальше поехали. Горбольница номер 3. Горбольница номер 3. На сегодняшний день тепло полностью подается, восстановлено. Я же говорю, у нас в период начала отопительного сезона произошла небольшая авария на сети теплоцентрали Т-центр города. На сегодняшний день небольшая авария устранена и сегодня тепло восстановлено в полном объеме. Евгений Ильич, эмоции жителей, которые находятся без тепла, будут 100% обоснованы. Поэтому я еще и еще раз обращаю ваше внимание. Не может быть никаких ни причин, ни отговорок, если ни в школе, ни в детском саду, ни в квартирах тепла нет. И их эмоции, людей 100% будут максимально оправданы. На отсутствие тепла жаловались и жители Новороссийско-Крымского и Тихорецкого районов. Миниамин Кондратьев потребовал от глав муниципалитетов оперативно решить проблемные вопросы. Новороссий напомнил, что чиновникам не следует перекидывать ответственность друг на друга. Тем более, что к зиме на Кубани готовиться начали заранее. На это выделили почти 2 миллиарда рублей. За счет финансирования в том числе заменили инженерные сети и обновили 42 котельные. Самое важное, акцентировав внимание губернатор, не допустить сбой в теплоснабжении. Люди не должны жить в холодных квартирах. За первые недели, когда температурный режим начал опускаться меньше 10 градусов ночью, то поступило 400 жалоб из 30 муниципальных образований. Не нужны бодрые нам доклады. Нам надо четкое и полное понимание, почему вообще это стало возможным. Управляющие компании, энергосбытовые, что угодно. Мы можем перечислять, но друг к другу. Друг к другу. Люди во всех этих перипетиях и выяснениях отношений не должны страдать. Жители, которые хотят, чтобы в доме, в квартире было тепло. Это их нормальное человеческое желание. Даже если управляющие компании что-то не делают, значит заставьте их делать. Заставьте включать тепло. И сегодня у нас есть все для этого рычаги. Все. Нужно, еще раз подчеркиваю, давайте возбуждать дела в отношении тех нерадивых, в том числе и руководителей управляющих компаний, которые взялись за гуш, а потом говорят, что не тянут. Здесь задача максимально обеспечить теплом всех. Еще раз подчеркиваю, всех. И, понятно, социальные объекты, детские сады, школы, больницы, поликлиники и, естественно, жилье. Еще один немаловажный вопрос, который поднимает губернатор на планерке, это благоустройство районов и городов края. Вениамин Кондратьев требует усилить контроль за реализацией федеральной программы по формированию комфортной городской среды. Новый облик в этом году получат улицы и парки в 41-м муниципалитете. Но есть те, кто очень сильно отстает от графика. В числе двоечников Сочи, Хадыжинской, Ейск. Губернатор интересуется о сроках у министра ТЭК и ЖКХ края Александра Волошина. В комфортную городскую среду, коллеги, ее же на самом деле формировать. А самое главное, что деньги-то у нас на это тоже есть и в краевом, и в федеральном бюджете. И деньги немалые. А давайте теперь посмотрим, как мы подошли все-таки к реализации этой программы. Из 41-го муниципального образования у нас стартовали вовремя и идут по графику только, сколько у нас? 28. Ответы у главы. Одни и те же, примерно у 13. А вот чуть-чуть не успели с конкурсом, то есть с голосованием, а вот что-то там с проектами, а вот еще. Так вот что с этим-то сегодняшним 13 делаем? Они успеют или уже явно не успеют? Федерменович, они успеют. И задача поставлена работать в 2 и в 3 смены для того, чтобы это все реализовать в те установленные контрактами сроки. Если они не справятся, не справятся. То есть тогда мне четко дайте список тех муниципальных образований, которые говорили, били себя в грудь, они справились. В федеральной программе край будет участвовать и в следующем году на то, чтобы уютные скверы и парки появились в 51 муниципалитете, выделят полтора миллиарда рублей. Но и здесь местным чиновникам нужно быть расторопнее, вовремя подготовить необходимую документацию и разработать проекты. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров и Артем Лычко. Кубань, 24, Краснодар. Сегодня губернатор свой рабочий день провел в Славянском районе. Там Вениамин Кондратьев посетил крупнейшее предприятие – нефтеперерабатывающий завод, в модернизацию которого инвестируют около 8 миллиардов рублей. Губернатор осмотрел территорию, а также пункт управления производственными процессами. Реконструкция позволит вывести мощности завода на новый уровень. Также глава региона посетил одно из старейших промышленных предприятий Славянского района – консервный комбинат. В цехах полностью автоматизированы линии для переработки и консервирования плодовочной продукции. А главное сырье закупают у местных сельхозпроизводителей. Сегодня еще раз хочу подчеркнуть. Мы видим, что на складе находятся наши овощи кубанских производителей. И фермеры там, и средние, и большие предприятия. Это очень важно, чтобы вот в этой баночке, где написано «произведено на Кубань», это принципиально важно, содержимое было кубанское. Кубанское, то есть овощи, именно овощи наших сельхозпроизводителей. И тогда на самом деле качество будет высочайшим. Это продукция, которую мы хотим покупать и жители края, и жители этой страны. Потому что настоящая кубанская продукция. И по форме, и по содержанию. Это не очень важно. Это залог вашей конкурентоспособности и дальнейшей устойчивости и развития на рынке. В Славянском районе Вениамин Кондратьев с рабочим визитом. Помимо промышленных предприятий, глава региона посетил и социальные объекты. В следующем году учеников примет новая школа на 825 мест. Учебное заведение станет самым крупным в Славянске-на-Кубани. А в Сочи сегодня состоялось планерное совещание, в ходе которого затронули тему безработицы на курорте, переселение из аварийного жилья, новых инвестиционных проектов и ряд других вопросов. С подробностями Елена Овсецина. Численность населения в Сочи составляет 520 тысяч человек. В следующем году сочинцев станет на 11 тысяч больше за счет увеличения рождаемости и миграции. А к 2030 году население будет составлять 630 тысяч человек. Прогнозируется, что низкий уровень безработицы сохранится и в следующем году. У нас очень низкий показатель по 9 месяцам, когда играет сезонный фактор, это 0,2%. По году показатель безработицы города Сочи это 0,3%. Это самый низкий показатель не только в Южном федеральном округе, в который входит Краснодарский край, но и в целом по России. Сейчас в экономике занято 310 тысяч человек. Лидирует санаторно-курортная отрасль, торговля и сфера питания. Каждый десятый сочинец занят в малом бизнесе. Согласно прогнозу социально-экономического развития Сочи, объемы экономики курорта в 2019 году составят 337 миллиардов рублей. Это прирост в пределах 9%. Глава города Анатолий Пахомов отметил, что планируется и рост объемов инвестиций. На ближайшем инвестиционном форуме Сочи представят более 10 предложений, большинство из которых касаются развития Лазаревского района. Говорили сегодня на планированном совещании и о расселении граждан из аварийного фонда. Эта работа ведется по двум программам – региональной и муниципальной. Есть дорожная карта. По дорожной карте должны появиться номера квартир с адресами. Понятно? И дальше по этим номерам квартир по дорожной карте, которые с адресами будут, должны прописаны быть мероприятия со сроками, когда это будет исполнено. Все, вплоть до передачи ее собственной регулированной детали. Понятно? В районах продолжается обследование муниципального жилья. Например, в Хосинском районе в 11 общежитиях выявлено 14 свободных муниципальных квартир, которые используются не по назначению, либо просто простаивают. В центре Сочи ревизия выявила 50 таких неиспользованных помещений. В Адлере – 17, в Лазаревском районе – 9. Это жилье будет передано после проведенного там ремонта жителям с улицы Ведовая 33. А параллельно с этим будет вестись работа по решению юридических вопросов. Переселенцев просят активно взаимодействовать с Департаментом городского хозяйства по оформлению документов. Всего же в настоящий момент в Сочи идет переселение людей из 33 аварийных домов, 23 из которых уже полностью расселены. Только на Вишневой подготовлено 117 квартир. Новоселы получат заветные ключи в конце декабря, как новогодний подарок. Гелена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Сочинцев предупреждают об опасности формирования смерчей 13 и 14 ноября. Как сообщили в пресс-службе Краевого управления МЧС, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на улице стоит остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений, деревьев и рекламных щитов. В ближайшие дни в Сочи ожидается и усиление ветра. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. Местами возможен сильный дождь и гроза. Ну а в Краснодаре на улице уже готова выйти снегоуборочная техника. В Краевой столице этой ночью выпал первый снег, который спровоцировал на дорогах многочисленные пробки. Мало кто знает, что на улице Пластунская работает музей боевой славы имени героя Советского Союза Ильи Яковлевича Сьянова, командира штурмовой роты, водрузившей знамя победы над Рейхстагом. После Великой Отечественной он жил в нашем городе, был почетным гражданином соседнего Сухуми, но не Сочи. Тем не менее, его память решено увековечить. Сегодня в музее его имени побывала очередная экскурсия сочинских школьников. На урок мужества дети пригласили главу города Сочи Анатолия Пахомова. Этот музей создавали всем миром. Помогли депутаты, предприниматели, лично глава города Сочи Анатолий Пахомов. Каждый зал – тематические истории. Битвы за Кавказ, Сочи – город-госпиталь. Отдельная экспозиция, посвященная штурму главной немецкой цитадели. Кстати, вот эти часы как раз оттуда стояли за коронационным залом Рейхстага, который обороняли эсэсовцы. Эти часы 30 апреля 1945 года отсчитали последнюю минуту фашистской Германии и Гитлера. В 1947 году часы перевезли из Германии в Москву, где были вручены герои штурма Рейхстага Илье Сьянову. В 2018 году эти часы переданы в дар музея города Сочи. 9 октября Краснодарский край отметил 75-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Памятные мероприятия, посвященные этому событию, прошли во всех городах и районах Кубани. Город Сочи непосредственно не принимал участия в боевых действиях, но его госпитальная эпопея была навечно вписана золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны. Здесь ее изучают и ученики 13-й школы. В музее ребята – постоянные посетители. Чтобы знать о войне как можно больше, создали клуб юных пограничников. Носят зеленые береты и такого же цвета галстуки. И сегодня попросили главу Сочи вступить в их ряды. Это музей, на котором можно учить патриотизму, но именно патриотизму на тех людях, которые здесь родились, либо тех людях, которые здесь впоследствии жили. И естественно, что здесь остается все то, что очень нужно для самих ребят. Правда? Знать историю, знать героизм наших дедов, прадедов. Так ведь? Да. И вам самим тоже очень понравилось? Да. Музей боевой славы имени героя Советского Союза Ильи Сьянова работает ежедневно. Помимо сочинцев он пользуется большой популярностью у гостей города. Недавно здесь побывала делегация из Донбасса и оставила в книге отзывов свои слова о войне. Татьяна Говоркова, Максим Ковригин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 14 ноября в Сочи переменная облачность. С временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем 11-13 градусов выше нуля. Стоматология доктора Куликовского, компьютерная 3D-томография, инновационные технологии, лечение под микроскопом. Команда профессионалов, которой стоит доверять. В Сочи появится новая многофункциональная спортивная площадка. Часть работ завершена. На месте пустыря в селе Барановка уже появилось огороженное футбольное поле, на котором свой досуг проводят дети и молодежь. Обустроить единственную спортивную площадку в селе помог депутат городского собрания Сочи Сергей Эксузян. Подробности у Татьяны Говорковой. Раньше на этом месте был пустырь. Теперь здесь собираются практически все жители села Барановка. С инициативой построить первую спортивную площадку выступила молодежь. Они обратились в ТОС, а председатель, в свою очередь, депутату по 13-му избирательному округу. Дело не заставило долго ждать. Площадку выровняли, оградили и поставили фонари и футбольные ворота. Неделю назад единственный мост, по которому можно было добраться к площадке, разрушился. А уже сегодня тут капитальный бетонный мост, который был сооружен за счет личных средств депутата городского собрания Сочи Сергея Эксузяна. Не было подхода к полю. Детки перебегали через ручей, через речку. С помощью Сергея Сергеевича Эксузяна построили мост. И теперь можно даже заезжать на автомобилях. Он очень большой вклад вносит в наше село. Он всегда помогает. Не только в этих строительствах, но и в дорогах, освещениях, в разных зонах. Школе помогает часто. Как раз ученики 97-й школы – частые посетители этой площадки. На территории образовательного учреждения нет места для полноценных занятий физкультурой. И футбольное поле для ребят стало отличным подарком в этом учебном году. А в скором времени здесь появится еще несколько зон. В перспективе у нас строительство еще валетбольного поля, раздевалок. Сегодня детворам может проводить какие-то занятия на данной площадке, заниматься спортом, проводить свой досуг. Строительные работы выполняются силами жителей села. Здесь также появится оборудованная детская площадка, трибуны, навесы, санузел и зона отдыха. Так что стройка многофункциональной площадки еще идет полным ходом и завершится в следующем году. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. А депутат Государственной думы от Сочинского округа Константин Затулин провел традиционный прием граждан. Чтобы решить определенные проблемы горожан, народные избрания готовят запросы в федеральное министерство для внесения изменений в федеральные законодательства. С какими именно вопросами пришли к Затулину сочинцы на этот раз, об этом расскажем в нашем следующем сюжете. Навести порядок в туристической отрасли. С такой просьбой к депутату Госдумы обратилась Наталья Почапская. Турагентства на курорте осуществляют деятельность на конкурсной основе, но последний проводился в 2015 году. За это время количество нелегальных фирм выросло в разы. Страдает качество услуга, компании, работающие по закону, терпят убытки. Они предлагают им повезти на экскурсию, и билеты они не получают никаких, то есть они вообще не имеют ни страховых свидетельств, они не имеют ни билета. И если что с ними случится на маршруте туристов, это будет только лежать на их несовести. То есть никто им ничего не оплатит, никаких услуг не окажет. Константин Затурин высказался в защиту легальных экскурсионных фирм. В главной курортной отрасли должен быть наведен порядок, есть проблемы и с налогообложением. Я надеюсь разобраться в этой ситуации, еще раз осмотреть 53-й федеральный закон, который требует этого кассового обслуживания через кассовые аппараты. И может быть мы здесь можем сделать какие-то послабления или оттянуть срок их внедения для того, чтобы решить эту проблему. Помимо этого говорили о происшедшей стихии, которая затронула Туапсинский, Абширонский районы, а также Сочи. Проблему с паводками нужно решать не только на городском уровне. Реки и водоемы находятся в федеральном ведении и очистку русел невозможно произвести без специального разрешения. Я сейчас завершаю подготовку такого запроса к министру природных ресурсов и буду после того, как получу ответ, настаивать на том, чтобы мы внесли изменения и в федеральное законодательство, и в другие акты. Также на приеме граждан депутата попросили оказать содействие в получении гражданства России и решить проблему обманутых дольщиков жилого комплекса «Тасмана-2». Константин Затулин пообещал разобраться и помочь каждому обратившемуся. Следующий прием граждан в Сочинском избирательном округе депутат проведет через месяц. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Сочинские мастера. Под таким названием «Соч» проходит конкурс профессионального мастерства, организованный ко дню города. Награждение победителей конкурса состоится 23 ноября в Зимнем театре. А мы расскажем о некоторых участниках конкурса. Наталья Петровна Акопян. Детский врач-стоматолог. В медицине 37 лет. Место своей работы не меняло вот уже 29 лет. Да и смысл, когда здесь, в отделении амбулаторно-стоматологической помощи детям, городской больницы номер 9, созданы прекрасные условия для приема. Детский стоматолог – это не только стоматолог, он детский психолог. Надо найти подход к ребенку, и бывает это очень трудно. Но всегда это возможно. И с ребенком она договорится перед тем, как взять в руки медицинские инструменты, и расскажет, что нужно есть для того, чтобы зубки были здоровыми. А вот как готовить здоровую пищу и делать это красиво, знает Максим Принцев, шеф-повар семейного ресторана. Он стал и участником всероссийского проекта «Гастрономическая карта России» и представил наш курорт. Стараюсь готовить с любовью, и своих поваров тоже к этому подготавливаю, чтобы каждый вкладывал частичку себя и через блюдо проносил это. Людям, которые к нам приходят. Потому что без этого не будет, можно сказать, того семейного уюта, который есть у нас в ресторане. Спокойную рабочую атмосферу всегда старается создать в классе и педагог 44-й гимназии Ольга Николаевна Кудина. Она преподает математику и основы православной культуры. Казалось бы, два абсолютно разных предмета. Давно я уже начала работать на сочетании математики и основы православной культуры, поскольку когда математика, она оказывается такой сухой наукой, зачем это надо, и такие темы. И я стараюсь привнести содержание, историко-культурное содержание на уроки математики через задачный материал, через какие-то примеры, какие-то иллюстрации тех числовых значений, которые мы получаем. Поэтому в этом направлении будем продолжать работать. Ставку на культуру сделал и уже давно водитель Сочи автотранса Сафер Хваржев. Вежливость для работника общественного транспорта – не пустой звук. За рулем он с первой записи в трудовой книжке. Сегодня работает на первом маршруте. Как работать начал с 16 лет, после Сицилины приехал, 16 лет поехал в Силину, потом приехал и все, и моя жизнь началась в Сочи автотранс. И с тех пор я работаю за ним. Общая сложность 54 года уже будет. Работа сложная, но нравится. Нравится мне эта работа. Нравится тем, что самое лучшее – это общаться с людьми. Постоянно с людьми общаюсь со мной. Все эти мастера своего дела в списке участников городского конкурса. Торжественное награждение лучших из лучших в своей профессии состоится 23 ноября. В Краснодарском крае несколько сотен приемных семей. Нет, не для детей. Для пожилых и инвалидов. Министерство труда и социального развития Кубани развивает новую форму социального обслуживания, которая призвана решать проблемы социальной защищенности пожилых людей. Есть ли в Сочи семьи, которые опекают одиноких пожилых людей? В чем плюсы и минусы такого способа поддержки стариков? Об этом в очередном выпуске программы. В курсе нам рассказала начальник отдела по вопросам мер социальной поддержки Управления социальной защиты населения в Центральном районе Сочи Наталья Щербакова. Главная задача приемной семьи – это чтобы гражданин чувствовал себя, ощущал на себе заботу приемной семье, но и не был брошенным. Ну, получается, что они и хозяйство ведут совместное, да? Да, конечно. Граждане, которые оказывают услуги приемной семьи, ведут совместное хозяйство с гражданином, который принимается в семью. Более того, возможно, совместное проживание, даже не то, что возможно, оно должно быть совместное проживание этих граждан. Возможно, как на территории гражданин, которые нуждаются в социальных услугах, так и на территории приемной семьи. Буквально сегодня обратились в управление такие граждане, которые хотели бы принять, и гражданин, который желал бы проживать в приемной семье. Поэтому мы надеемся, что, услышав наш репортаж, граждане, особенно те, которые желали бы осуществить уход в рамках приемной семьи, активизируются. И у нас достаточно много пожилых граждан уйдет в приемную семью. Нормативные документы края и оплата за содержание, за вознаграждение организации приемной семьи идет из краевого бюджета. Более того, она очень стоит на таком жестком контроле у главы края. И вы правильно сказали в начале нашей передачи о том, что это альтернатива домам престарелых. Лучшие православные фильмы со всего мира покажут в Краснодаре. Накануне открылся кинофестиваль «Вечевой колокол» на Кубани. Он проходит уже в юбилейный 20-й раз. На площадке представят картины призеры российских и зарубежных конкурсов. Для Краснодарского края проведение такого фестиваля православного кино «Большая честь», отметил губернатор Вениамин Кондратьев на открытии «Вечевого колокола». В этом году отборочная комиссия фестиваля приняла к просмотру. Несколько сотен работ в конкурсе участвуют и кубанские авторы. Кроме этого, в Краснодар приехали гости из Болгарии и Грузии. А с 13 по 15 ноября в Малом концертном зале Кубанского казачьего хора пройдут открытые показы конкурсных фильмов. Хоккей в стиле диско. Сочинцев приглашают на диско-матч под хиты «Оттаван». Праздник, посвященный Дню города, состоится во Дворце спорта «Большой» 16 ноября. Такое мероприятие будет организовано во второй раз. В прошлом году матч в стиле диско собрал рекордные 11,5 тысяч зрителей и стал одним из самых ярких спортивных событий в городе. На льду в этот вечер хоккейный клуб «Сочи» будет принимать команду «Северсталь» из Череповца. Повторю, специальный гость мероприятия – всемирно известный французский диско-дуэт «Оттаван», который исполнит до начала игры, а также в перерывах свои самые знаковые композиции, ставшие символами эпохи диско. Концертная программа начнется в 18.30. Старт самой хоккейной встречи будет дан в 19.30. Помимо шоу-программы и матча всех болельщиков и гостей, ждет ярмарка сочинских производителей, конкурсы, развлечения, приятные сюрпризы для детей и взрослых. Получить пригласительные билеты на диско-матч смогут все желающие. Для этого необходимо до 15 ноября включительно лично прийти в кассы Дворца спорта «Большой», которые работают ежедневно с 10 до 20 часов, и оформить билеты на доступные места. Один человек может получить пригласительные билеты только на две персоны. Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте хоккейного клуба «Сочи». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях. Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ ВКонтакте». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. КОНЕЦ